Всем привет, друзья! Меня зовут Намиг Исрафилов. Я работаю в Точке, где строю модели машинного обучения, которые автоматизируют процесс сообщения Точки с их клиентами. Я безумно рад представить Елизавету. Она тоже работает в Точке, в круге SalesML, где они с ребятами тоже строят модели машинного обучения, которые помогают Точке продавать еще больше. И тема доклада, то есть точнее название доклада «Абонент временно доступен». И в своем докладе Лиза расскажет про аналитику звонков и про то, как это может быть полезным бизнесу. Так как люди все еще выбирают звонки как один из основных видов коммуникации, и, соответственно, набирается очень много данных, которые как-то нужно проанализировать. И в своем докладе Лиза расскажет про то, как они это делали, про специфику этих данных, про то, как они искали неименованные сущности, и про то, как вообще из этого огромного массива данных можно получить осязаемую и понятную бизнес-аналитику. И этот доклад будет полезен всем тем, кто хотел бы внедрить у себя аналитику звонков и искал новые идеи подхода. И всем тем, кто увлекается NLP. Так вот, Лиза, я думаю, всем интересно, узнать, как вообще прошел твой путь в ДС, и как вообще вам пришла идея именно этого проекта в голову? Слушай, ну у меня вообще путь в ДС начался еще в школе. То есть я какое-то время ездила в Сириус на проектные смены, и вот в частности там как-то попала в проект, который был связан с NLP. То есть мы там по текстам новостей предсказывали рост падения акций. Ну и как-то стала интересна эта тема. В принципе, ДС глобально, ну и вот конкретно NLP, потому что с текстами очень прикольно работать. Дальше там по хакатонам, по каким-то фрилансам и подработкам постепенно попала вот конкретно в точку и фактически шла сразу на проект, связанный со звонками. Потому что был огромный такой массив данных, то, что продавцы звонили, там много информации накапливалось, но никак она не анализировалась. Так что фактически прям пришла сразу на эту задачу и вот ей занялась. Все, круто. Я думаю, теперь мы все готовы послушать Лизу, поэтому удачи тебе. Вот, я ухожу. Да, спасибо. Так, ну, собственно, всем привет. Сегодня поговорим про то вообще, что у нас происходит в звонках, что это за данные, что с ними можно поделать. Вот. Да. Итак, давайте коротко пройдемся по тому, что мы сегодня будем обсуждать с вами. То есть первое мы поговорим, что у нас вообще за данные, какая с ними специфика работы и что из них можно доставать. Потом пройдемся по нескольким историям, а именно это упоминание каких-то сущностей, упоминание там текста в тексте. Поговорим про то, как эти истории можно как-то быстро переиспользовать. И немножко поговорим про какой-то такой глобальный анализ текста на основе того, насколько он хорош, нехорош, в таком глобальном понимании. Вот. Ну и там какие-то выводы на эту тему подведем. Давайте начнем с данных. Итак, звонковые данные. Что от них можно ждать? И что это вообще такое? Давайте сначала разберемся с доменом, то есть откуда эти данные берутся. Самый важный вопрос, с которого мы начинаем. У нас в точке есть продавцы, которые звонят клиентам и им, соответственно, предлагают там открыть счет, подключить продукт, еще какие-то там такие штуки. Вот. И, соответственно, кроме операторов у нас есть Team Lead. Что делает Team Lead? Team Lead смотрит за тем, как операторы продают что-то клиентам, слушают их звонки, дают какую-то обратную связь, там, не знаю, раздает подзатыльники, что вот смотри, ты здесь нагрубил, а здесь что-то не сказал. Вот. Соответственно, пытается сделать процесс продажи по телефону как можно лучше и смотреть за ошибками продавцов. Однако, со временем этих данных, которые приходится вот Team Lead'у слушать, их становится все больше и больше и больше. То есть сейчас их там уже больше 300 тысяч в месяц у нас звонков происходит, и, соответственно, вот просто нечеловеческие усилия все эти данные переслушать. А именно, чтобы послушать звонки всего за один месяц, которые совершаются, нужно примерно год, вот 24 на 7, просто сидеть и слушать звонки. Что мы не можем себе позволить. И Team Lead, который должен давать обратную связь, все слушать и анализировать, он в итоге оказывается просто завален вот этими всеми данными, которые он никак не может проанализировать. Условно, у каждого продавца буквально одну-две телефонной записи слушает и не может дать какую-то обратную связь, да и, в принципе, общую картину не понимает. Вот. Соответственно, что мы хотим с этим сделать? Мы хотим как-то ему помочь, то есть либо как-то попытаться структурировать эти данные, либо в идеале вообще эти данные не только структурировать, но и какую-то статистику по ним подводить, то есть сделать так, чтобы у нас Team Lead как можно меньше слушал и как можно больше уже смотрел на цифры и мог давать какую-то обратную связь и придумывать решение, как нам пофиксить проблему того, что там продукт не продается, или продавец какой-то устал, или еще что-то. Вот. Поговорили про домен, теперь давайте проговорим про сам формат данных. То есть звонки сразу, что приходит в голову, как бы аудио. Вот. Но помимо того, что мы складываем аудио в нашу BD-шку, с недавнего времени у нас появилась своя проприетарная SR-ка. Вот. Про нее, кому интересно, у меня коллега на дампе рассказывал, уже, наверное, даже запись должна быть. Вот. И при помощи этой SR-ки мы параллельно аудио в текст конвертируем и эти записи, соответственно, тоже складываем. Конечно, мы так упускаем, например, интонацию, еще какие-то такие моменты, но для задач, которые вот сейчас будем обсуждать, это, в принципе, не так сильно важно, поэтому этот момент временно опускаем и работаем чисто с текстами. Но. Казалось бы, у нас в тексты все круто, можем прям стандартные NLP-методы, и все готово. Но, к сожалению, так не работает. Почему? Потому что, во-первых, везде, где есть модель, есть ошибки, и если мы говорим, что у нас ISR-ка, то она, соответственно, тоже дает вот такие всякие забавные ошибки распознавания, когда у нас эквайринг может называться вареником, валенком и еще там миллионом наименований. Соответственно, мы хотим как-то эти штуки фиксить, потому что стандартные, например, векторизаторы предобученные на вот таких штуках очень сильно фейлятся и не улавливают, о чем у нас текст. Поэтому приходится что-то придумывать. Вторая проблема, с которой мы сталкиваемся, это перебивание. Почему это проблема? Ну, мы сейчас уже умеем разбивать текст звонка на реплики, то есть понимать, что говорит клиент, а что оператор. И по-хорошему, вот как бы, когда просто слышишь об этой задаче, кажется, что одна реплика должна быть каким-то связанным предложением. Ну, там, например, там, рассказом про продукт, приветствием, еще чем-то. Но на практике собеседники очень много друг друга перебивают, и мы не можем реплики как предложение анализировать, и приходится с этим тоже что-то придумывать. Еще один пункт связан с длиной звонка и тем, что он как бы разбит на этапы. То есть люди там здороваются, потом что-то обсуждают, потом в конце про что-то говорят, там есть этап продажи продукта и подведения итогов. В общем, этих этапов очень много, и в каждом зашит какой-то отдельный смысл. И, соответственно, весь смысл звонка мы не можем получить, если просто его через векторизатор прогоним. Приходится как-то учитывать, что у нас в разных этапах разная информация сообщается. Еще один пункт связан с обилием стоп-слов. Он на самом деле вытекает из предыдущего и связан с тем, что у нас там есть слова по типу «Алло не алло», там просто какие-то штуки, когда люди не знают, что сказать, и говорят просто рандомные «ну» и так далее. В общем, тоже понятная история, что в звонках у нас очень много стоп-слов, которые мы не хотим учитывать. Ну и последняя штука, это, наверное, не проблема, это просто такая вот реально как специфика, то, что у нас две дорожки, и в каких-то задачах, связанных с анализом звонков, тоже нужно в том или ином формате это учитывать. Ну и так, просто по фану, давайте посмотрим на то, какие у нас данные. Вот просто сталкиваешься с задачей анализа звонков, первым делом лезешь самому читать, а тут находишь технорей, которые просят открыть Google Chrome в режиме кухни, поставить Linux и обсуждают вопросы веры. В общем, очень интересно работать со звонковыми данными. Итак, перешли от фана к задачам. Собственно, если мы говорим, что наша основная цель это сделать так, чтобы у нас Team Lead мог как-то структурировано данные слушать, делать подвыборки и так далее, то давайте придумаем самый простой способ, как мы можем эти подвыборки формировать. Помимо того, что мы там можем, не знаю, по датам, например, выбирать, по продавцам и так далее. Кажется, что бизнесовая одна из самых классных задач это пытаться понимать, что мы отлавливаем на уровне продуктов. То есть если мы поймем, что вот, например, у нас такой-то пул звонков, где продавец продает какую-нибудь банковскую гарантию, то сможем понять, какие у нас там фейлы, что продавцам, ну, что они используют, чтобы продать, как это можно делать, и что наоборот к клиентам не заходит. В общем, какую-то глобальную аналитику мы можем на этом сделать, даже в вручном режиме. Главное, чтобы была подвыборка. Самое простое решение, которое, кажется, можно сделать, это, ну, банально, типа, регулярки бахнуть, там просто текстовый поиск сделать, но, естественно, как любой вейслайн, это очень сильно ломается, даже если мы там накручиваем нормальные формы и все такое. А именно, как бы, первая проблема, с которой мы сталкиваемся, она связана с тем, что у нас есть очень много синонимов. И, например, маркетплейсы маркетплейсами на практике никто не называет. Это зачастую там Амазон, Вайлдберрис и еще миллион номинований. Поэтому, как бы, захардкодить это все крайне больно. Мы это не хотим делать. Плюс постоянно добавляются новые. Поэтому давайте придумаем что-то более умное. Вот. Это что-то более умное. Это всем знакомый Word2Vec. Он у нас кастомный. Это просто моделька, которая слово в вектор переводит. Вот. Ну и мы его на своем объеме данных просто дообучили, чтобы вот эти вот слова из банковской сферы, которые там эквайринг и всякие такие, они нормально тоже отлавливались, и мы для них какие-то вектора получали. Вот. Соответственно, мы можем там либо сформировать пул синонимов и уже просто их искать вместо слова, либо можем там просто по словам сравнивать там разность по этому Word2Vec, ну, близость, и по ней смотреть. Но, опять же, мы сталкиваемся с проблемой, про которую поговорили, то, что это эквайринг и валенок. Почему наш Word2Vec, обученный на нашем корпусе текстов, не научился, что валенок — это то же самое, что эквайринг? Потому что у нас слишком мало случаев, когда у нас там эквайринг — это эквайринг, а валенок — это валенок. У нас постоянно разные, в разном формате появляется одна и та же сущность, просто потому что это оговорки, это ошибки моделей, все это накладывается. И, соответственно, из-за того, что у нас мало встречаний, мы очень часто вот такие штуки можем упускать, если работаем только с Word2Vec, и поэтому приходится что-то добавить. И этим чем-то у нас является Ливенштейн, который помогает немножко скорректировать работу Word2Vec, а именно если мы знаем, что у нас Ливенштейн, ну, расстояние Ливенштейна — это расстояние между двумя строками, которое как бы обозначает, сколько символов нам нужно там вставить, поменять, удалить, чтобы из первой строки получить вторую. Вот, о чем мы делаем? Мы говорим, что, окей, если у нас там довольно сильная разница у векторов, но при этом слова похожи по Ливенштейну, наверное, это просто оговорка, а мы мало таких встречали, и все классно, считаем, что это наше же слово. Вот. Ну и как бы тут тоже немножко проапдейтим эту штуку, то, что мы хотим оставить решение с Word2Vec, когда у нас просто слова похожи, ну и добавить кейс, когда они чуть менее похожи по векторам, но близки по Ливенштейну, и мы все равно считаем, что у нас слово вошло в текст. Вот. Но проблема новая связана с тем, что продукты — это зачастую не одно слово, а это набор слов, причем зачастую они там пересекаются в разных продуктах, например, это выставление счетов и спецсчет, и, соответственно, мы хотим как-то это все вместе искать, но там стандартные какие-нибудь биграмки нам не подходят, просто потому что, например, пропитчить, что там продукт выход на маркетплейсы могут там способом по типу, а вот, например, на какой-нибудь Wildberries в ближайшее время вы не хотели бы выйти, и вот как бы как здесь найти биграмму выход на маркетплейсы, фиг поймешь. Вот. Поэтому мы хотим каким-то другим способом вот такие вот названия продуктов из нескольких слов отлавливать, и делаем мы это за счет того, что, ну, просто банально берем и конвертируем название в список из слов, из которого он состоит, и просто все их ищем. Если все слова из названия продукта вошли, огонь, грудь, все, отлично. Значит, у нас название продукта входит в наш разговор. Вот. Ну и как бы немножко поговорим о метриках. На самом деле вот такая вот адаптация последовательная с бейзлайновой версией, когда мы просто по нормальным формам искали до версии, когда мы учитываем Word2Vec и Левенштейн, она дает вот как бы рост accuracy до 90%. Вот. Если посмотреть на как бы рекол, он вообще у нас классный получился, ну и мы как бы его смотрели по факту как такой более важный, чем precision метрика, и потому что не хотим зря давать продавцам подзатыльники. Вот. Поэтому считаем эти метрики довольно приемлемыми. И на этом, в принципе, как бы ML-ная часть такая заканчивается, наступает часть эксперимента. То есть не зря же делали, нужно куда-то дальше это все утащить, потому что что в коробке лежать. Вот. На основании вот этого ML-я всего мы сделали инструмент, который отдали TeamLead. Ну и, собственно, как он выглядит. То есть у TeamLead сейчас есть функционал, чтобы выбрать, например, звонки, где упоминались, ну вот, например, там банковская гарантия, там какая-нибудь там выход на Marketplace и еще что-то. Просто он ползунками условно выбирает нужные продукты, чтобы они упоминались. Ну и может поставить там ограничения по продавцам, по времени и так далее. Вот. Ну и просто сформировать выборку, послушать, как конкретный продавец продает конкретные продукты. Это позволяет понимать, как там, ну вот просто как бы почитать, что у нас происходит при продаже продукта. Но мы же хотели циферки, а не только читать. Вот. Поэтому давайте циферки. Еще сделали штуку, которая может там, не знаю, показать просто продавцов, которые часто упоминают, у которых там классные подключения. Соответственно, можно пойти и узнать у чуваков, как они вообще это делают и распространить на остальных. Ну и наоборот понять, кто там влажает в продаже какого-то продукта. Вот. Ну и второй дэшик, он про то, что мы можем понять, насколько вообще разнообразные продукты у нас предлагает продавец. И тоже как-то пойти уже адресно, выдавать подзатыльники, что смотри, ты там только один продукт предлагаешь, а можешь много. Вот. Ну и последняя штука, она просто глобально помогает как-то анализировать, что у нас там растут или падают подключения, упоминания продуктов. Ну и это позволяет так держать руку на пульсе, что у нас нормально все упоминается, продается. Вот. И там контролировать эту штуку. Отличный инструмент мы сделали. Дальше, значит, нужно понять, зачем мы это делали. Ну то есть отлично. Инструменты — это всегда хорошо. Но насколько это поможет бизнесу — очень большой вопрос. Вот. При этом мы, кажется, никак напрямую не действуем на весь бизнес-процесс. То есть мы не заставляем там кого-то делать что-то, что он раньше не делал. Мы не ранжируем карточки, не персонализируем, не предсказываем, просрочит ли человек там кредит. В общем, вообще делаем какой-то ML, который ничего не делает. Правильно? Вот. Какую-то аналитику просто. И кажется, что это не сильно должно как-то бизнес-метрики бустануть, но оказалось, что бустануло. И в качестве основной метрики мы взяли вот процент тех, кому, ну короче, кому, получается, позвонили. Из них мы берем тех, кто в итоге продукт подключил и вот на эту метрику смотрим. Вот. Она там какая-то была. Ну и вот как бы чисто ваши прикидки, насколько могли вырасти. Там, не знаю, 20-30 процентов. Сколько? Примерно. Пять, пятьдесят. Давайте кто больше. Сто. В общем, на самом деле еще круче. Мы выросли на 300 процентов. Вот. Там, конечно, есть оговорки, то, что там еще параллельно был эксперимент, но при этом, как бы, если посмотреть вот чисто по данным, как это использовалось и как у нас росла метрика, то реально мы очень хорошо на эту штуку повлияли и очень неплохо выросли. И это такой прям крутой вывод, то, что мы по факту никак напрямую не влияли, а очень сильно подросли. Вот. Отлично. Мы очень классно повлияли на метрики и вообще у нас теперь крутая аналитика просто за счет того, что люди понимают, могут посмотреть на то, как они учатся, как они продают. Вот. Давайте придумаем что-нибудь еще. А это что-нибудь еще, это, ну вот смотрите, мы умеем, например, искать название продукта, когда оно из нескольких слов. Тогда почему мы не можем искать просто произвольный текст? Ну, как бы самое простое решение, если мы там умеем делать так, что мы разбиваем название продукта на слова, то давайте скажем, что это просто произвольный текст, и мы его ищем. Собственно, мы решили, что хотим искать пичи. Вот это пич. У всех возникает вопрос, что вообще такое пич, когда пытаешься это рассказывать. В общем, пич — это какая-то там фраза или слоган, или факт, связанный с продуктом. Вот. Например, здесь рассказывается про точку рекламы. И мы хотим понимать, когда у нас продавец прям конкретно какой-то факт затирает и за счет него пытается продать, чтобы понимать, насколько у нас конкретные факты упоминаются. Ну и самое простое — это как бы вот как с продуктами мы с вами делали, то есть просто взять и там разбить этот текст на слова и посмотреть пересечение слов из пича с текстом звонка. Ну и, естественно, там с Word2Vec, с Ливенштейном, чтобы по-умному. Вот. Но, к сожалению, тут не работает так просто, как это было с продуктами, потому что если в названиях, в продуктах слова все равно плюс-минус смысловые, то с пичами так не работает. У нас здесь есть очень много стоп-слов, которые, во-первых, могут не всегда быть служебными, поэтому стандартным пайморфи мы не можем их вычеркнуть по типу, не знаю, банк и точка. Это очень частые слова. Пайморфи, они не отлавливаются, как стоперные, но при этом мы их немножко не хотим смотреть. Вот. И приходится что-нибудь придумывать. Это что-нибудь, это просто банальный TF и DF, которым мы изначально формируем стоп-слова на основании самых редких, самых частых и просто их сразу вычеркиваем. В итоге вместо пича мы получаем набор из нескольких слов и нам чуть проще, чуть быстрее мы можем это все с текстом звонка сравнивать. Вот. Но мы хотим смотреть еще меньше, поэтому мы хотим брать условно не пять слов, а там, например, три. Вот. Тем более, что вот эти вот пять слов, они часто все равно не настолько смысловые, просто там нам по частоте подошли. Вот. Поэтому мы придумали штуку с экстракцией ключевых слов. Вот. Тут немножко кода. Ну, в общем, это про то, что мы смотрим, какие слова у нас ближе всего к вектору всего пича. Вот. То есть смотрим на вектор пича, смотрим на вектора слов и вот сравниваем. Ну, и благодаря этому можем там топ посмотреть. Это помогает чуть быстрее смотреть на пересекаемость вот нашего пича и текста, ну, и чуть быстрее отрабатывает, короче, штука. Вот. Какая проблема? Проблема в том, что мы так вообще не смотрим на смысл и у нас, например, итог разговора, где у нас перечисляются продукты, совпадает с тем, когда продавец рассказывает про продукт, просто потому что ключевые слова одни и те же. А мы такую штуку ловить не хотим. Мы хотим понять, когда у нас именно пич идет или когда вопрос спрашивают, например, участвует ли вы в тендерах, там еще что-то. В общем, нам важна интонация и посыл. Ну, и как-то мы хотим это все отлавливать. Берт, привет. В общем, просто говорим, что мы викторизуем пич и сравниваем вот этот вот вектор печа и сравниваем вектор разговора или его реплики, смотря на какую часть смотрим. Тут тоже важный момент с тем, как это окно выбрать. Ну, в общем, идея в том, что мы хотим бахнуть берта, который поможет нам отлавливать какую-то вопросительную интонацию, поможет отлавливать там то, что человек что-то продает. Вот интересный, кстати, факт, то, что все печи, у них довольно похожие вектора, если смотреть, в плане, что они довольно близкие. То есть вот действительно есть какой-то, как сказать, вектор, который помогает нам понять, что это вот такая как бы продающая интонация, и она очень неплохо отлавливается в текстах. Вот. Ну и, собственно, если смотреть на весь пайплайн, который получается, то мы, когда взяли пич, мы берем, по TFDF выкидываем стоп-слова, далее получаем вектора, смотрим на Ливенштейн, там все такое. Вот. Но вернее здесь на этом этапе еще не смотрим, а просто получаем вектора, потом пытаемся найти ключевые для нас, и потом уже вот эти вот ключевые слова ворту веком плюс Ливенштейном делаем наш любимый set-and-set, вот, как мы делали с названиями продуктов. Вот. И в итоге у нас изначального там 60 тысяч текстов получается в итоге тысяча. И наш тяжелый Берт мы в итоге можем запускать не на 60 тысячах, а всего на тысячи текстов, и это все довольно быстро отрабатывает. И в итоге у нас там получается условно 200 звонков, где у нас пич упоминается. Вот. Все. Бизнес-архитекторы радостные, они теперь могут смотреть, где продавцы говорят какой-то факт и понимать, насколько этот факт вообще важен для клиента и конверсионен. Вот. Ну и здесь как бы просто пример. Например, тут, что нашла моделька на вопрос в тендерах участвовать, то есть вот первый пример она там буквально условно вхождение нашла, второй и третий интересные, потому что находятся как бы такие как оговорки, опечатки, ошибки, аэсэрки, вот. Ну и там третий, четвертый, они тоже интересны с точки зрения того, что здесь фактически синонимы у нас ловились. Вот. Поэтому в целом штука работает довольно неплохо. Вот. Сейчас она на стадии эксперимента у бизнес-архитекторов. Вот. Ждем от них обратную связь. Пока что все круто. И на этом этапе, когда мы, значит, закончились первой историей, со второй все вроде как все истории кончились, к нам приходят, значит, из другого круга и говорят, вот смотрите, у вас есть дэшик с продуктами, а можно нам такой же, но с конкурентами. Вы же можете там какие-то слова в текстах искать? Вот. Идея в том, что мы хотим найти звонки, где у нас упоминается, например, там, Сбер, Тиньков, еще кто-то, чтобы просто понять, насколько мы классно отрабатываем клиентов других банков и помогаем им как-то перейти на наш банк. Вот. В общем, мы такие посмотрели на это, ну и, в принципе, класс, да, можно попробовать ту же историю использовать. Вот. Но здесь будет даже проще. То есть здесь мы можем не смотреть для каждого слова, не сравнивать его с названием конкурента по Ливенштейну и Вортувеку, потому что это все равно там, ну, хоть сколько-то надолго. Вот. А здесь мы можем сделать еще проще. Здесь мы можем изначально посортить слова, похожие на название, там, банка-конкурента, получить список условных синонимов или алиэсов, вот, и там их условно просто глазами проглядеть. Самое интересное, жирненьким. У нас, например, альфа распознается иногда как валька или сальца. Вот. Это тоже чудесно. Вот. Очень интересно читать и смотреть. Ну и условно мы просто создаем такие списки и можем там регулярно условно как-то пройтись по нормальным формам и посмотреть, что у нас входит. Вот. Отлично. Мы умеем искать продукты, умеем искать конкурентов, умеем искать печи. Вот. Посмотрели мы на все эти истории, из других кругов пока что они приходят, нужно что-то придумать. Вот. Это что-то, это, собственно, такой более глобальный анализ текста. О чем вообще речь? То есть мы все это узнали, а теперь мы хотим понять, почему вообще так происходит. Почему мы продали и не продали конкретный продукт или там что-то или то-то не произошло. То есть если пытаться это как-то переформулировать, то помимо того, что у нас вот есть какие-то печи, которые мы уже знаем и мы хотим искать, мы хотим пытаться искать, например, новые печи. Потому что, ну, очевидно, у нас база печей скоро кончится, нужно будет что-то новое искать, плюс рынок динамичный. Вот. Аналогично мы хотим искать какие-то новые возражения, чтобы понимать, что вообще, где мы продалбываемся и какие у нас новые проблемы, с какими сталкиваются пользователи. Ну, и последняя штука связана с тем, что мы хотим говорить на одном языке с клиентами и, например, как у моряков там компас-компас есть, также во всех там сферах есть какие-то специфичные слова, которые используют там предприниматели, и мы хотим тоже их знать и с ними так общаться, потому что это и быстрее, и приятнее, ну и в целом мы в контексте. Вот поэтому нам интересна лексика клиентов. Собственно, давайте попытаемся эту штуку переформулировать, то есть мы сформулировали три штуки, которые мы хотим, давайте попробуем сделать из этого что-нибудь другое. А именно зададим вопрос, почему продажа имеет именно такой результат. Фактически это как бы совокупность тех вопросов, то есть мы хотим понимать, когда у нас там продалбывается продажа или наоборот она там очень классно, мы ее вывозим. И если мы будем еще дальше это переформулировать, то получим вообще там банальную задачу бинарной классификации, когда мы хотим просто на основании звонка предсказывать его успех, ну или вероятность успеха. То есть в итоге у нас там родится клиент, не родится, откроется, не откроется. Ну и здесь как бы посмотрели мы на эту задачу. Самое бейзлайновое решение, чтобы сразу UberT не делать, это просто взять какое-нибудь там самое банальное TF и DF и сверху логистическую регрессию, чтобы так максимальная интерпретируемость по словам. Чуть поумнее решение это взять катбуст на текстовых токенах. На самом деле и то, и то решение, несмотря на то, что второе чуть умнее, дает F1 порядка 0.8. И это, естественно, качество такой себе, но с другой стороны это дает нам понимание того, что эта гипотеза в целом рабочая, и мы действительно по тексту звонка можем предсказать, какой будет результат у звонка. Причем важный момент, что когда вот эту штуку строим, мы не берем конец звонка, то есть у нас нигде в данных не сливается инфа о том, там в итоге клиент согласился, не согласился у нас обслуживаться, а мы смотрим именно как на тело разговора, где еще пич, какие-то возражения отрабатываются. Но еще интересный момент, то что получается мы берем звонки одинаковой длины, поэтому длина звонка тоже здесь как бы никак не влияет, поэтому довольно чистый случай получается, и мы действительно можем как бы валидировать эту гипотезу. Вот. Сейчас пилится чуть более умная моделька, спойлер, там есть Берт, спойлер, там есть не только Берт, но они будут уже на другой конференции, наверное, как-нибудь, потому что это прям тянет на отдельный доклад, но в общем там будет что-то прикольное. Вот. Давайте поговорим о том, что у нас вообще получилось, вот чисто на бейзлайне. Чисто на бейзлайне мы можем просто посмотреть на коэффициенты логистической регрессии или на шап-вектора, если мы берем катбуст. Вот. Ну и как бы если смотреть просто топ и выводить, то мы, например, понимаем, что у нас у клиентов минусят слова по типу там банк, ну потому что кто не сбрасывал, когда вам звонят и говорят «Здравствуйте, мы из банка». Ну и в плюс идут штуки, которые связаны с такой как бы диджитализацией, то есть это интернет, приложение там и так далее. Вот. Плюс еще из интересного у нас получается в минус ушли все канцеляризмы. То, что как-то не особо с ними получается продавать. Пользователям прикольнее, когда мы с ними общаемся на их языке. Вот. Ну и как бы если мы пытаемся анализировать не на основе слов, а на основе уже фраз, то есть на более высокий уровень поднимаемся, то здесь тоже, в принципе, довольно интерпретируемая аналитика выходит, что, например, если у нас человек заходит такой «мы банк, а еще банк открытия, ну банк для бизнеса», то как-то вот это вот тройное банк не очень сильно заходит, человек сразу бросает трубку или там не бросает трубку и ведет конструктивный диалог, но при этом все равно как-то не очень. Вот. Какая-то фраза по типу вот тут, например, очень классный питч идет, вот она у нас такая максимально зелененькая, вот, соответственно, мы понимаем, что у нас штука, которую мы придумали, она, в принципе, позволяет предсказывать результат звонка, что полезно, например, при скоринге, чтобы выборки какие-то составлять. И, во-вторых, мы понимаем, что мы можем анализировать не только весь звонок, а вот эта штука показывает вот конкретно в этой штуке, то, что мы можем анализировать вот конкретно отдельные реплики или слова и тоже какую-то аналитику на этом получать. Это прикольно. Вот. Ну и в конце концов, давайте немножко подведем выводы. Начнем с того, что история с продуктами, она показала, что, в принципе, мы можем очень классно повлиять на бизнес-процессы и бизнес-метрики, не влияя напрямую на бизнес-процессы. То есть это история про то, что, как вот, например, вы, там, не знаю, проходите какой-то курс, учитесь, и за счет того, что условный там, ну, степик, не степик, в общем, какая-то образовательная платформа показывает вам там статистику по ошибкам, в каких темах вы косячите, вы можете чуть более эффективно учиться, просто потому, что вам подсвечивается, где вы хороши, а где вы ошибаетесь. Фактически то же самое мы сделали для продавцов. Это сейчас используется в учебке, и там просто при процессе прозвона. Вот то, что люди просто видят, где они очень классно выступают, а где они, наоборот, как-то тупят и плохо продают. Вот. Ну, и это позволяет очень сильно бустануть качество продаж. Вот. Вторая штука, которую важно вынести, это то, что очень важна специфика данных. Это, конечно, такой общий вывод, но со звонками это работает особенно, потому что фактически все преобразования по точности, вот весь этот рост, что в истории с продуктами, что в остальных, он связан с тем, что мы итеративно просто смотрим тщательно на наши данные и пытаемся как-то нашу машинку под это дело адаптировать. То есть вся история про оговорки и так далее. Вот. Еще одна история связана с тем, что, наверное, у кого-то по-любому с начала доклада был вопрос, откуда брали разметку. Так вот, разметки ни в одной из историй у нас не было. Это фактически полностью сырые данные и размечать их не особо хотелось. Вот. Но при этом без разметки мы получили довольно приемлемую точность, которая помогла нам реализовать то, что мы хотели. Вот. И это в целом прикольно и можно для себя вынести то, что разметка, может, и не всегда нужна, не имеет смысла на нее иногда тратиться. Вот. Ну и как бы такой более глобальный вывод это то, что звонки это просто очень прикольный пул данных, с которым прикольно работать, просто потому что, во-первых, их фаново читать, потому что там технари просят открыть Google Chrome в кухне бойки. Вот. А во-вторых, это максимально такие живые данные, которые там, не знаю, посреди разговора кто-то может позвать собаку, обсудить с оператором лекарство для спины или в какой садик отдать ребенка. То есть это прям очень прикольно читать, очень прикольно анализировать, смотришь, какие фразы в топ вылетают и там что-то максимально просто упоротое, странное. В общем, звонки это прикольно, с ними классно работать. Вот. Ну и, наверное, еще штука, которую тоже хотела бы, чтобы вынесли с этого доклада, это просто идеи, что можно с этим поделать. То есть, если у вас у кого-то работаете с звонками или просто, например, с диалоговыми системами, потому что там тоже многие штуки перекликаются со звонками, но там со своей спецификой, вроде не оговорка, а опечаток. Вот. То, как бы, почти все из этого можно применить, кажется. Вот. И, как бы, основные такие глобальные идеи это поиск сущностей, то есть, то, что вот мы с продуктами сделали, поиск конкурентов, поиск слоганов или фраз, то есть, текст в тексте, анализ лексики, то, что мы хотим говорить на одном языке. Ну и, как бы, вот последние штуки, которые, про которые как бы не проговорила, как про истории, но они тоже крутые. Это, во-первых, таргетированное обучение. То есть, мы можем, например, понять, что, например, выделить просто кластер сотрудников, которые плохо начинают разговор или плохо говорят про какой-то конкретный продукт и им уже адресно проводить обучение вот по области, где они лажают. Вот. Ну и последняя штука это тематическое моделирование. То есть, тоже история, над которой мы сейчас работаем. Это про то, что мы, например, хотим понимать, что у нас какая-то тема становится резко там витальной в разговорах, сильно начинает всплывать. Вот. И мы хотим как-то на это дело реагировать. То есть, фактически, это как будто мониторинг новостей, но только на звонках. Ну и, собственно, спасибо. Буду рада ответить на ваши вопросы. Там в чате можно написать. Чуть быстрее, по-моему, по времени уложились. Так. Было, на самом деле, очень интересно лично для меня. Я же правильно понимаю, что из того, что большой объем данных, то есть у вас не было разметки на обучающей выборке. Только на валидацию вы смотрели качество. Да, да. То есть у нас вот изначально вообще разметки не было. а мы фактически, да, вот просто на неразмеченных и чисто на валидации. Так, тут ребят все еще думают над вопросами. Еще от меня тогда, может быть, вопрос, если тут нет больше вопросов. Есть, да, вопрос? Можешь скрыскать уже тут. Да, там какая история. Сейчас, наверное, еще для эфира, чисто, чтобы без микрофона повторю вопрос. Короче, вопрос про то, что как мы пытаемся понимать, какая у нас часть разговора основная, чтобы не сливать информацию о конце разговора в модельку, которая успех предсказывает. Вот. Там на самом деле это делается не машинкой, а такой частичной разметкой. То есть мы просто можем там условно 100 разговоров, там их условно протегировать и посмотреть среднее время, ну там средний процент звонка, который на конец разговора уходит. И просто вот по этой штуке обрезать. То есть смотреть, что тело разговора, это там средний 70 процентов. Ну, короче. Просто там, ну, довольно мало количества разговоров разметить, вот, и на основании этого уже получить такие прибеженные цифры. Вот. Это в целом сработало при малой разметке. Вот. А так глобально, когда вот, например, на успешность учим, там как таргет получается, там у нас есть таргет, но там таргеты, это получается не разметка человеческая, а это сам факт, типа клиент родился, не родился, открылся, не открылся. Вот. Так, я думаю, на этом все. Мы можем потом перейти там в комнату дискуссии. Ребята, которые онлайн, там будет ссылка или она есть в чате на Zoom, и там уже без камеры тоже можем подчеркнуть на ваши вопросы. Поэтому всем спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok